Охват территории по организованному вывозу мусора в Новосибирск области удвоился по сравнению с началом года. Однако жалобы на несвоевременный вывоз отходов продолжают поступать, а финансовые требования подрядчиков за транспортировку превышают сборы с населения. Глава региона провел совещание, посвященное реализации мусорной реформы. Николай Сальников продолжит тему. Второй этап мусорной реформы идет с пробуксовкой. Это и стало причиной оперативного совещания в Коченево. Аналитика экспертов заметно разнится. Так, в региональном Минжи-КХ считают, что качественно убирают отходы в большинстве городов и сел. На сегодня рекоператор обслуживает 430 населенных пунктов. Процесс перехода в централизованную систему осуществляется поэтапно, как и планировалось. И до конца года мы, исходя из поручения губернатора, действуем поэтапно. Именно исходя из готовности территории вступать в новую систему. По нашим ожиданиям, еще 200 населенных пунктов войдут в централизованную систему. И если говорить по цифрам, то сегодня 91% населения жителей нашей области как раз охвачены централизованной системой регионального оператора. Главные проблемы – нехватка контейнерных площадок и самих емкостей для сбора мусора. По предварительным подсчетам, только контейнеров необходимо без малого 59 тысяч. Между тем, по оценкам регионального оператора, сегодня удается вывозить 62% отходов. А между сборами с населения и требованиями подрядчиков наметилась отрицательная сальда. При начислении 275 миллионов за апрель нам предъявили только подрядные организации по транспортированию, 302 миллиона вывезенных отходов и 23 миллиона – это перевозчики, полигонов. Мы предполагаем, что к сентябрю начисления и предъявленные нам затраты выровняются, и к очередной тарифной кампании у нас будет четкое подтверждение объемов затрат. Для завершения второго этапа мусорной реформы надо инвестировать около 660 миллионов рублей. Чтобы разделить затраты при заключении новых договоров на вывоз ТКО, региональный оператор предложит подрядчикам вложиться в организацию мест сбора мусора. Насколько реалистична эта идея – большой вопрос. Договорная кампания – это организация обслуживания тех населенных пунктов, которых раньше не было, сбора и вывоза мусора, взаимодействие с населением, с юридическими лицами, сбор платежей. Тут нужно признать, что здесь реформа у нас на территории региона забуксовала, и как мы реализовывали второй этап, я не могу сказать, что я был доволен. Еще одна проблема мусорной реформы – стихийные свалки. На начало года в регионе таковых насчитали около 900. Эксперты Минприроды провели более 180 проверок по жалобам от населения на организацию несанкционированных мест складирования отходов. Мы готовы работать с любыми обращениями граждан, которые содержат информацию, пригодную для возбуждения дела об административном правонарушении. Как то фотография с указанием даты, подтверждение самого случая по месту, по времени. Скажу так, что у нас положительная практика имеется, хоть она и не многочисленна. Параллельно в регионе активно внедряют систему весового контроля на полигонах. Сегодня она есть на 9 из 21 объекта. Это полигоны Гусинобродский, Левобережный, Барышевский, Криводановский и другие. Николай Сальников, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Новости ОТС.